Одно из достопримечательных мест около Сочи – 33 водопада. Место располагается на окраине Лазаревского района. Сюда можно без труда добраться на личном автотранспорте. Опытные гиды здесь регулярно проводят туристические экскурсии. Сказочное место выглядит в виде каскадов вдоль ручья Дживош, который относится к правому притоку реки Шахи. Место находится в горном ущелье. Оно относится к городскому национальному парку Сочи, охраняемому местными властями. В парк можно попасть в любое время, но лучше всего здесь весной, летом и июнь, и в начале осени. Дживош отдали над Сочи расстоянием в 55 километрах. Чтобы подъехать к месту, подойдет любой автомобиль. Потребуется свернуть с автотрассы возле указателя Большой Кичмай. Проехать 7 километров по асфальтированной дороге вдоль реки Шахи. Потом проехать еще полтора километра по проселочной дороге. Стоимость местной парковки составляет всего 100 рублей. Звездочка-время, затраченное на поездку, составит полтора часа. В процессе следования на экскурсии в Сочи и Адлере, можно несколько раз остановиться для фотосессии. В некоторых местах открываются замечательные пейзажи на речную долину русла Шахи. В этих сказочных лесах расположен известный валун Мугу. Ходит легенда, что его можно тереть путникам на удачу. Важно, специализированного пассажирского автотранспорта здесь нет. Имеется возможность проехать на электричке до поселка Головинки. Оттуда можно уехать на автобусе, маршрут 158, до населенного пункта Большой Кичмай. А затем потребуется идти своим ходом 4-5 километров до водопадов. 33 водопада в Сочи одной из популярных сочинских экскурсий является интересный тур, 33 водопада. Есть у нее еще одно название – Долина легенд и водопадов. Время экскурсионного похода составляет 8 часов. Путешествие пролегает из Сочи либо Адлера. Экскурсионная программа весьма богата. Сюда входит поход на пасеку, осмотр сыроварни, путешествие по чайной плантации, прогулка по винодельне с возможностью продегустировать напитки. Гвоздем программы выступит поездка на специализированном автомобиле вдоль русла реки Шахи до поселка Большой Кичмай. В процессе путешествия все туристы пообедают на форелевой ферме и отведают вкусный ужин. Совет – стоит запастись наличными деньгами, чтобы не остаться без ужина. Экскурсия в Олимпийский парк в Сочи. Время на осмотр 33 водопадов отнимет не более 1 часа. По желанию можно провести здесь больше времени. Разрешается искупаться в горной воде, приобрести местные сувениры, продегустировать массу напитков и пообедать. Если выдвигаться самостоятельно в долину, следует приехать пораньше. Экскурсии сюда доставляют к 12 часам по полудню. Огромное количество туристов здесь можно увидеть летом. Но и в начале осени путешественников хватает. Что следует знать об экскурсии, стоимость входа на территорию – 100 рублей. Звездочка. Имеется столовая и кафе. Лучший период для посещения – весна, лето и осень. Можно покупать сувениры, допускается самостоятельный поход. Место сбора у поселка Головинка. Маршрут тура и описание начинается от поселка Головинка. Маршрут лежит через Волонский Дальмен. Цена за стоянку автомобиля – 100 рублей. Картинка 5. Чудесное, красивое место. Экскурсия по Мукале. Вход на территорию водопадов обойдется в 100 рублей. Дети до 10 лет могут войти бесплатно. Тропа составляет около 600 метров. По дороге встретятся деревянные мосты с перилами. Двигаться потребуется против часовой стрелки, а сама тропа описывает форму круга. На территории имеется специализированная раздевалка из камня, в которой можно переодеться для дальнейшего купания. Дополнительная информация. Основной водопад является наиболее высоким, свыше 10 метров. В нем будет комфортно искупаться. Остальные водопады начинаются от полутора метров и выше. Среди доступных для похода водопадов имеются 17. Большие части территории малодоступны. На них довольно сложно взобраться, поскольку присутствуют скользкие камни и корни деревьев. На возвышенности можно будет присесть и отдохнуть на поваленном дереве. Внизу оборудованы специальные деревянные скамейки. Вокруг ущелья растет огромное количество разнообразных растений. Среди них можно увидеть реликтовые колхидские самшиты, которые окружены мхами. Многие старожилы говорят, что именно в этом чудесном месте проходили съемки фильма «Сказки про «Садка». Персонажи сказки передвигались вокруг самшитовых деревьев, словно по морскому дну. Нередко от гидов можно услышать поверье о возникновении водопадов благодаря злому великану. Родниковая вода поможет избавиться от различных заболеваний или сглаза. Чтобы методика эффективно сработала, потребуется с головой нырнуть в воду. Вода здесь хоть и холодная, но не ледяная. Возле автопарковки работает сувенирная лавка. Рядом продаются различные продукты питания. Здесь можно продегустировать винные, коньячные напитки и даже имеется чача. Среди провианта следует упомянуть о мюдее и сыре. Туристы могут отведать жареной форели, которая обойдется всего в 250 рублей. В дороге к водопадам путешественники наткнутся на кафе. Удастся и порыбачить на форель. Обратите внимание, если приехать пораньше, можно беспрепятственно посетить все 33 водопада. В это время нет туристов. Но рекомендуется все же заказать индивидуальную экскурсию. Существует местное поверье, что если встать под самым большим и первым водопадом, он способен принести путнику удачу. Нужно расположиться именно под струей воды. Есть еще и водопад, который называют денежным. В этих местах присутствует приятная субтропическая влажность. Весь пейзаж напоминает некую сказку благодаря обилию мха и разнообразных деревьев. Чем-то пейзаж может напомнить медовый водопад, располагающийся на Северном Кавказе. Все тропки здесь узкие и порой скользкие, поэтому передвигаться следует с осторожностью. Известно, что река Дживош в летний зной пересыхает. Подходящее время, когда водопады можно лицезреть в полном объеме, весна и осень. Туристов привлекает это место еще и чистым горным воздухом, а также родниковой водой. Дышать в этих местах можно полной грудью. Как только оборудованная тропа заканчивается, дальше идти не рекомендуется. За ней начинается дремучий лес. После экскурсионного похода можно наведаться в местное кафе и хорошенько подкрепиться. Так, пара чебуреков и кружка горячего чая обойдутся в 300 рублей. Звездочка обратный путь экскурсионный транспорт с открытыми бортами повезет туристов вдоль русла реки Шахи. По времени экскурсия длится 8 часов. На водопадах тур длится около часа. Затем путешественников везут на дегустацию кавказских вин, сыра и других продуктов. Там можно купить понравившееся лакомство. Затем начинается танцевальное шоу. В целом, путешествие не оставит равнодушным ни одного любителя. Рекомендуется приобрести именно экскурсию. Благодаря туру путешествие пройдет безопасно и эффективно. Допускается путешествовать самостоятельно. Звездочка цены актуальны на 2018 год.